Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Пресвятая Богородица, спаси наш, Николая, были Бога у нас! Пресвятая Богородица, спаси наш, Николая, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 24 ноября. Память преподобного Симона Сайгинского. Преподобный Симон происходил из города Сольвычегодска. С юного возраста благодать Божия почивала на нем. Он уклонялся от мирской суеты. В молодых годах он оставил дом своих родителей и прибыл в монастырь к преподобному Корнилию Камельскому. Узрев преподобного, святой Симон пал на колени перед ним и со слезами просил блаженного постричь его выныки. От прозорливых очей преподобного Корнилия не утаилось, что перед ним стоит будущий подвижник Божий. Уступая его просьбам, он принял Симона и дал ему в руководителя одного опытного старца. Подражая святому Корнилию, святой Симон подвязался в посте и молитвах. Он безропотно исполнял все послушания, какие на него налагались, и отличался своим необычайным смирением. Так в течение многих лет он неисходно подвязался в Корнилиевом монастыре. В 1537 году, по представлению своего великого наставника, святой Симон вместе со старцем Логином, отвечавшимся своей благочестивой жизнью, направился к своей родине Сольвычегодску. Оба подвижника искали уединения. В верстах с 15-ти от города при устье реки Каряжемы. Они остановились. Здесь преподобный Логин решился поселиться среди глухого леса. Святой Симон решился помочь Логину, уже изнуренному иноческими подвигами и бывшему в преклонном возрасте. Оба они построили здесь кельи и часовню. Некоторое время преподобный Симон подвязался в этой местности вместе с Логином. Но затем, вознамерившись искать себе более уединенного места, он расстался со святым Логином и направился вверх по Вычигде. В 60 верстах от Каряжемы на возвышенном берегу Вычигды при устье реки Сойги среди дикого леса святой срубил себе келью, а потом построил и храм во имя честного и славного преображения Господа нашего Иисуса Христа. Этот храм был освящен 17 мая 1541 года. Всей дикой и глухой местности и стал подвязаться преподобный Симон. Воздержание и молительные бдения его были поистине изумительны. К нему стали собираться люди, желавшие подвязаться в пустыне под руководством святого мужа, отвечавшегося своим благочестием. И блаженный всех наставлял и поучал. Как истинный пастырь он своим примером указывал всем путь, ведущий к спасению и вечному блаженству. Так целых двадцать лет подвязался святой в своей пустыне. Незадолго до своей кончины преподобный был обрадован известием, что его духовный друг и наставник, святый Логин, прославлен чудесами. После такой подвижнической жизни он с миром предал Господу свою честную душу 24 ноября 1562 года, оплакиваемый своими осиротелыми учениками. Святые мощи его почивают под спудом в основанной преподобном ныне упраздненной обители в храме во имя Святой Великомученицы Екатерины. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.